Очень часто видел этот вопрос и еще чаще его задавали лично мне. Как спасти ранг Аюперика, если убил водителя первого встречаемого автомобиля на северном доке слишком поздно? Что ж, иногда такое действительно случается. Иногда ты врезаешься на Лонгфине в какую-нибудь скалу и прибываешь к этому самому берегу с опозданием, из-за чего автомобиль, который проезжает по этой дороге, проезжает мимо тебя. Да, иногда он разворачивается, если ты, в принципе, более-менее успеваешь, но чаще всего он едет дальше, как он сделал это сейчас. И оп, мы убили его здесь, и это очень плохо. И сейчас я все-таки покажу, как избежать любых негативных последствий. Я сначала сделаю все по порядку, а потом объясню, что и зачем я сделал. Итак, вот там еще идет бот, про него мы не забываем, но, в принципе, его можно тоже тупо задоджить. Это чтобы просто пройти мимо. Я немножко мажу, потому что я откисаю, только что проснулся, не обращайте внимания. Итак, мы убили человека на вышке, мы убили... Ладно, сейчас убью последнего необходимого, и все объясню. Итак, мы разобрались с водителем того самого первого автомобиля. Действительно, слишком поздно. Место, где он умер, гораздо дальше места, где его необходимо убивать. А именно, убивать его нужно всегда на углу вот этого поворота. Вот здесь его палит водитель вот этого самого автомобиля, которого я убил очень быстро после уничтожения первого. Если бы я этого не сделал... Давайте еще с этим разберемся на всякий случай. Если бы я этого не сделал, он бы сразу бы спалил труп вот в этом автомобиле и поднял бы тревогу. Но здесь труп вот этого, здесь тоже, в общем-то, палится довольно неплохо. Челом с вышкой, когда он разворачивается с той дальней позиции, идет к ближней. Поэтому чела на вышке я тоже сразу убил. Но чел на вышке не единственный бот, который может спалить вот этот автомобиль. И последний, кто может это сделать, вон тот самый бот, который патрулирует вот на том... Вот в этом сарае, не знаю, складе, ебать. Такое было не раз, и все паттерны я уже выучил. При подходе вот сюда бот палит вот этот труп. Если убить его вместе с челом на вышке, все будет хорошо. Ран будет спасен. И сколько бы я сейчас ни дрочил на этом доке и не собирал лут, тревога не будет поднята, потому что все патрули... Все маршруты патрулирования мы учли. И ботов никто не спалит. Итак, еще раз. Если вы убили водителя вот этой тачки слишком поздно, дальше вон того поворота, срочно бегите чуть вперед и убивайте водителя вот этого автомобиля. Даже если он... Он иногда проезжает вперед и подъезжает к этому челу, типа, смотри, что с ним случилось. Иногда он поворачивает, но все еще на повороте он замечает этот труп и поднимает тревогу. Так что не в зависимости от того, поворачивает он или едет, смотри, что случилось, он всегда... Замечает труп, если вы убили его слишком поздно. Поэтому обязательно убивайте этого водителя, потом убивайте чела на вышке. С чела на вышке можете не торопиться, потому что он на этом тайминге находится вот на этой ближней позиции, а заметить машину он может только при возвращении с дальней позиции, на которую сейчас сначала ему нужно начально добраться. Убивайте чела на вышке, а потом убивайте чела, который патрулирует вон тот склад и ран спасен. Как видите, я пежу уже очень долго и никто ничего не спалил. Я могу бежать уже спокойно лутаться и все будет нормально. Если я, блядь, сейчас на эту камеру не попадусь. Нет, все хорошо. У нас тут наличка. Да и похуй. Ну ладно, сейчас бегу еще в третий склад и посмотрю, что там. Вот таким вот образом, на самом деле, давно уже хотел снять это видео, потому что, насколько я понял, если люди убивали вот этого чела слишком поздно, они просто перезапускали и не знали, что, в принципе, ну, ситуацию можно спасти. Это не так просто. Я сам, ну, разобрался, как спасти ситуацию довольно поздно. А когда начал экспериментировать, и все-таки нашел этот беспроигрышный способ. Так что таким вот образом. Кстати, еще по поводу вот этого. Вот, вот, он иногда может идти. И иногда может стоять там. Поэтому лучше перед подходом к этому складу немножко почекать, идет ли он, и его убить. Потому что если он не стоит, а действительно идет, это довольно хуево. Можно попасться как на камеру, так и на бота. Поэтому аккуратно действуем. И все хорошо. Как видите, опять же, прошло уже дохуя времени. Я спокойно лутаюсь. Все нормально. Сейчас закончу ран, получу свои бабки. Тревога поднята. Не будет. А, все, нифига, я распизделся. Хочу попить кофейка и немного антибиотика. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и приятного дня.